Это канал Science Daily. Новости науки и космоса. Канадский актер Уильям Шеттнер вчера стал самым пожилым человеком, когда-либо побывавшим в космическом пространстве. Ранее этот рекорд был на счету 82-летней американской летчицы Уолли Фанк. 13 октября космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin провела второй пилотируемый запуск корабля New Shepard с туристами на борту. Одним из них стал 90-летний актер Уильям Шеттнер, известный по роли капитана Кирка в сериале «Звездный путь». Трансляция полета велась на ютуб-канале компании. Капсула с туристами отделилась от ракеты-носителя New Shepard спустя примерно 2 минуты после старта. Ракета была успешно возвращена на посадочную площадку, а полет капсулы продлился в общей сложности около 10 минут, после чего капсула при помощи парашютов успешно приземлилась. Компанию Шеттнера в полете составил американский бизнесмен, австралийский предприниматель и бывший инженер НАСА. Напомним, в июле этого года компания американского миллиардера Джеффа Безоса совершила первый запуск корабля с туристами в космос. Тогда же в июле свой первый туристический полет совершила компания Virgin Galactic. После чего Федеральное управление гражданской авиации США регламентировало новые требования, которые необходимо выполнить, чтобы получить звание астронавта. И согласно этим новым требованиям, космические туристы Blue Origin и Virgin Galactic не являются астронавтами. Между тем, компания Джеффа Безоса сейчас продолжает судебные разбирательства с агентством НАСА из-за их выбора компании SpaceX для отправки человека на Луну. Это задерживает финансирование SpaceX и негативно влияет на репутацию Blue Origin. Всегда самые интересные новости из мира науки и космоса вы найдете каждый день на нашем канале.